Памп-трек в микрорайоне «Космос» – один из самых скандальных спортивных объектов округа. Обустроенный собственными силами велосипедистов в далеком 2011 году, он до сих пор не узаконен. Его то собираются рекультивировать, то обещают помочь с легализацией. Ухаживают за трассой энтузиасты. Среди них и совсем юные любители экстрима. Репортаж Анастасии Конниковой. Миши Васютину скоро 10. Месяц назад ему подарили новый велосипед. Вместе с друзьями он каждый день приезжает сюда, чтобы покататься. Потому что это недалеко от моего дома, потому что здесь я обучаюсь прыгать что-то и много чего еще. Это место очень хорошее. Здесь много где можно попрыгать. Очень-очень большое расстояние, местность. Воздух здесь свежий и чистый. Деревья дают тень. Вокруг поют птицы. Заниматься спортом в таких условиях и полезно, и приятно. Но даже маленький мальчик понимает, что спортивному объекту нужна помощь администрации округа. Нет освещения, не хватает хоть какого-нибудь помещения для хранения спортинвентаря или элементарного веника. Его оставляют тут у дерева, но периодически уносят воришки. Здесь не хватает где-нибудь беседки, чтобы можно было посидеть, отдохнуть. Здесь ты находишь друзей по возрасту. Ты здесь можешь радоваться. Я здесь вообще всегда ездию и выгоняю как-то эмоции. Эмоции и здесь адреналинчик есть. За годы существования этот памп-трек полюбился многим горожанам. Ежедневно спортивный объект посещают больше полусотни староскольцев и гостей города. Приезжают даже издалека, уверяет один из создателей трассы Егор Смирнов. Приезжают частенько из других городов. Это вообще Белгород, вообще с палатками порой приезжают ребята. Потом из Чернянки, из Алексеевки. Вот разные. То есть, получается, что объект такой достаточно уникальный. Я вот тоже сам, как человек, увлекающийся этим видом спорта, на разных был трассах. Но, по большому счёту, ничего подобного нигде нет. С Егором согласен белгородец Макар Осыка. Вместе с семьёй он вынужденно переехал в Старый Оскол из областного центра. Узнал, что в округе есть такая трасса и перевёз велосипед. Что памп-трек в Староскольском лесу уникален, понял с первого проката. Здесь совмещены несколько кругов разного диаметра и отдельные дорожки. Десятки трамплинов и кочек. Разнообразнее и продуманнее трассы в Черноземье, по мнению Макара, нет. Есть в Белгороде памп-трек. Он асфальтный, всё классно сделано, вопросов нет. Но, приехав сюда, здесь больше разнообразия увидел, так как памп-трек сделан на земле. Соответственно, землёй можно творить всё, что угодно. У меня было много сравнений. Я ездил даже на этом велосипеде и на Красной Поляне в Сочи. И трассы также есть в Белгороде, тоже полуофициальные. И как бы там придирок со стороны администрации не было. Приехав сюда, мне здесь больше понравилось. В Оскольском велосообществе судьба памп-трека беспокоит многих. Уникальный спортивный объект легализовать собирался бывший мэр Старого Оскола Александр Гнедых. Потом оказать поддержку обещал Александр Сергеенко. Нынешний глава администрации Андрей Чесноков тоже в курсе проблемы. Полтора года назад он даже проводил специальную встречу по вопросу этой трассы. Так как у нас составлена дорожная карта по легализации памп-трека, и глава на том же собрании инициировал некую фокус-группу, которая будет потихоньку продвигать этот проект. Но я так понял, никакой фокус-группы не состоялся, потому что диалога в эту сторону не идёт. И происходит какой-то вандализм. Такого памп-трека, такой трассы не удастся построить, потому что она совмещает в себе не только памп-трек, но здесь ещё и трейл, и мини-дёрд. То есть тут совершенно другие навыки, другой скилл про качество тех, кто здесь тренируется. А пока велосипедистам-экстремалам только вставляют палки в колёса. Рассказывают, что лесники срубили информационный щит, на котором были указаны ограничения для пребывания на треке. Требования, к слову, были вполне адекватные – не кататься в состоянии алкогольного опьянения, не курить, не заезжать сюда на электросамокатах. Мы попросили администрацию округа прояснить, на какой стадии находится легализация спортивного объекта, но комментариев нам не дали. Для получения официального статуса требуется проект, а это деньги. Велосипедисты готовы оплатить расходы из своего кармана. Я сам лично готов оплатить эту сумму, если будет конкретика и понимание, что результат будет, а не то, что вот это вот. Я спрашиваю, а какой нужен проект? Ну, начинается какой-то размытый такой ответ, знаешь, типа, мы сами ещё до конца не поняли, какой, ну, какой-то там такой проект. Я говорю, ну, наверное, это проект в виде презентации нужен, потому что трасса тоже существует. То есть, ну, что, здесь надо что сделать, схему тогда какую-то нарисовать? Я не знаю, нет конкретики. И в другую сторону тоже вот Андрей Валерьевич сказал, но у нас, в принципе, есть свои возможности сделать этот проект, но в этом году нет следующего. То есть, есть же какое-то бюро городское, которое занимается проектом. Вот следующий год настал, и что? Где? Узаконить готовый, уникальный памп-трек оказалось намного сложнее, чем его построить и содержать все эти годы в порядке. История длится уже 13 лет. Анастасия Иконникова, Александр Савин, Елизавета Очкасова, 9 канал.